Приветствую вас, если говорить о российских реалиях, то, конечно, встречается довольно часто подобная озабоченность среди коллег. Я лично слышал от клиентов такие вот рассказы, когда коллеги намекали на интим и так далее. Как в терапевтических целях, как и просто, ну, по желанию, мол, мы с вами работаем. Ну, так давайте, значит, тогда переспим и все будет хорошо. То есть, встречаются такие случаи, встречаются, встречаются такие случаи. Вот это, конечно, очень печально и грустно, что такое происходит. Это дискредитирует наше профессиональное сообщество. Но любой специалист, если он хороший, если он действительно знаком со своей профессией, любой хороший специалист, он знает, что какое-либо сближение с клиентом нарушает профессиональную этику и тем самым ставит такого эксперта вне, так сказать, его сферы деятельности. И клиент чисто формально имеет полное право подать на такого специалиста суд, чтобы его привлекли, ну, соответствующие ответственности либо административной, либо уголовной. Что бывает, конечно, прежде, но, тем не менее, там зависит от степени вреда, который нанес такой вот специалист, клиент. Конечно, никто специально, специально никто не афиширует подобные вещи, специально никто не афиширует подобные происшествия. Подобные инциденты, потому что это, ну, в общем, личное, и сами клиенты, они наверняка не хотели бы светиться в таких новостях, да, в таких событиях. Вот. Но, тем не менее, процент есть. Процент выше всегда там, где психолог непрофессионален, где у него нет, значит, супервизора, когда психолог не прорабатывает свои проблемы, значит, ну, самостоятельно, вот, со специалистом, вот. Либо, значит, когда нет какой-то вот такой, знаете, ну, ярко выраженной этики. Вот. Поэтому в России, да, в России с этим, конечно, беда полная, и можно сказать, что у нас и контроля нет за качеством психологических услуг, и, в общем-то, органов, которые как-то вот проверяют на профпригодность психологов, тоже нет. Вот. Может быть, слышали, там недавно была история, понимая, что какой-то правитель довел человека до самоубийства, ну, будучи для него психологом. Вот. Поэтому в современных реалиях то, что вы можете сделать, вот, именно вы, как клиент, это внимательно изучать людей, ну, которым вы обращаетесь за помощью, вот. Смотреть отзывы, смотреть на результаты работы этих специалистов, вот. И, соответственно, исходя из этого, уже делать выводы какие-то, вот, относительно того, будете ли вы работать с этим именно, вот, ну, конкретным психологом по своей проблеме, например, да, или нет. Вот. Только так. Что касается озабоченности, то здесь мои коллеги, в принципе, правы в том контексте, что психологи – это те же люди, и, как бы, они подвержены тем же желаниям и тем же проблемам. Но, только не нужно забывать, что психолог несет ответственность за клиента, когда он с ним работал. Психолог несет ответственность за качество своих услуг и за, значит, то, как клиент воспримет то, что психолог ему дает. Поэтому, если человек ответственен за себя, он понимает, что, как бы, консультировать ему нельзя, если у него есть какие-то проблемы. Ну, вот, озабоченность сексом, допустим, как работать с клиентами. Ведь не получается, да, нельзя. О каком спокойствии, о каком анализе, о каком беспристрастном наблюдении за клиентом может идти речь, если такой мужчина, да, видит в клиентке только сексуальный объект. Поэтому вопрос, конечно, мы статистику не ведем. Я полагаю, что у вас были случаи, что к вам приставали, да, наверное. Ну, парапсихологи, это вообще непонятно кто. А вот психологи, если это делают, ну, это очень непрофессиональные люди. Смотрите, если у вас травма в результате того, что к вам приставали, ее можно проработать. Если вы хотите выбрать другого психолога, который, ну, не будет к вам приставать, смотрите профили, отзывы, ответы читайте. Вот. И, соответственно, выбирайте того, кто вам по душе придется. Все будет нормально, а проблему свою решите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если и вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.